Иван Янгарыч Нерки, Ямал-Нинский, представитель команды Ямала, которые приехали у нас в составе 4 человека, 2 девушки и 2 парня. Это дети наших оленеводов, которые традиционно проживают в Тундре, ведут кочевый образ жизни, который, в принципе, наши национальные виды спорта, но и ваши, собственно говоря, для них привычно. И специальной подготовки, конечно, не было. Вот сейчас будет метание тензиана, у нас девушки тоже будут метать. Ребята уже, как бы, не знаю, закрытыми глазами это делают, поэтому, я думаю, и другие участники подготовились. А так вы сами где работаете? Я работаю вообще главой администрации сельского поселения, двух поселений на Дуемском районе и на Ямале. Вот делаю. Я сам сын оленеводов, вырос в Тундре, закончил школу, как и все, наверное, школу-интернат. Затем с родителями в традиционном уровне жизни был. До того момента, как поступил учиться, конечно же. Как обстоит вообще дело с оленеводством у вас в регионе? Ну, у нас в регионе оленеводство, в принципе, стабильно, успешно развивается. Наверное, не секрет ни для кого. Представая крупное стадо оленей в мире вообще, на Ямале у нас, вот, у нас оленеводов очень много, в принципе, и оленей, количество поголовья всегда растет. И, собственно говоря, производство оленей продуктов всевозможных. Но на сегодня уже, как бы, процветает у нас очень. Тогда, получается, у вас особых проблем нет? Проблем особых, в принципе, нет. У нас очень хорошая поддержка в лице губернатора, правительства автономного округа, в принципе, как и, в том числе, и национальные виды спорта, культуры, вообще коренных народов. У нас проживают ненцы, в основном, на территории Ямала-Ненецкого автономного округа. Я ненец. Поэтому у нас таких каких-то проблем глобальных, я бы как бы не наблюдал. В том числе, у нас взаимодействие с нефтегазовым комплексом, с топоверическими компаниями. Они являются спонсорами всех принципов мероприятий. А что касается изменения климата, вы это чувствуете? Все-таки есть такое? Я бы, наверное, не сказал тех вещей, которых я не специалист. В принципе, такая же, мне кажется, суровая погода, зима, которая для нас преимущественна. Лето такое же короткое, как на севере, собственно говоря. Потому что я бы не сказал, что у нас какие-то... Я, по крайней мере, не слышал каких-то глобальных экологических проблем на нашей территории. Да, ведут и производственные деятельности, и оленеводство, оно развивается, в принципе. Сейчас очень много разговоров ведется про изменение климата, именно что касается того, что потепление всемирное идет, да? А вы вот это потепление чувствуете в вашем регионе или нет? Ну, я бы сказал нет. Я вот честно скажу, я бы сказал нет. Учитывая, скажем, даже я не первый год живу, температурный режим, но эта зима была достаточно холодная, до минус 50, для нас это как бы нормально. Соответственно, примерно как у вас. Сейчас у нас только еще даже таяния снега не было, только начало теплеть, как всегда. А у вас какая-нибудь связь с нашими оленеводами есть? Ну, в основном встречаются на таких форумах на оленеводы. Да, у нас в практике даже оленей перевозят на Камчатку оленеводство развиваем. То есть, благодаря ямальским оленям, потому что у нас очень много оленей, они, я говорю, благополучно растут в поголовье, поэтому мы на сегодняшний день наши оленеводы еще их продают на другие территории. Больше, чем в Япутии, да? Ну, думаю, что да. Думаю, что да. И последний вопрос. Как вы считаете, вот сегодня первый день чемпионата, как вы думаете, какие международные чемпионаты, они вообще нужны, необходимы? И можно ли еще в дальнейшем проводить вот такие мероприятия? Да, конечно, я думаю, такие чемпионаты вот среди именно оленеводов для поддержания культуры коренных народов с севера, в принципе, вообще севера нашей России, наверное, не только с севера, поддерживать необходимо. И они, конечно же, нужны. Нынему мы встречаемся, мы обмениваемся опытом, как спортивным, так и культурным. Это необходимо, конечно же, поддерживать. Мы, конечно, со своей стороны могли бы внести какие-то еще предложения для того, чтобы было интересно, в том числе, не знаю, там, сбор на арт, например, сборка чума, какие-то традиционные виды, которые в повседневной жизни оленеводы вот, в принципе, живут этим. А тогда особого отличия с нашими нет для вас? Такое же... Нет, почему отличия есть в культуре? Оно и в любом случае есть в культуре отличия. В том числе, вот как я еще вживую не видел, как у вас на оленях ездят. У нас немножко по-другому. У нас тоже бывают гонки на оленях, где запрягают 5-6 оленей. И у вас там, я так понимаю, по две. Всего, наверное, специфики вашего проявления. Лес у вас. У нас леса тундра, тундра, где хоть там, как бы, широк Ямал, да, просторами. Вот. Ну, я думаю, в принципе, и проведение мероприятий. Мы только вот впервые у вас. По крайней мере, я. Это подобное мероприятие. Мне это интересно. Потому что я являюсь в последние 5 лет главным судьей соревнований Кубка губернатора на Ямале, где вот у нас масштабно проводится очень большое соревнование. И весь округ собирается, и с России, кто может, тоже к нам приезжают. В этом году, буквально недавно, это было в конце февраля, 190 участников принимало участие. Соответственно, у нас очень хорошие призы. Первые места у нас снегоходы во всех местах. Денежные призы. Параллельно проводятся для отдельных... Для спортсменов Северного Многоборья, где призы тоже существенные, за первое место в виде 50 тысяч, 40-30. То есть у нас это очень хорошо спонсируется, и продвигается, поэтому мы сегодня здесь.